Продолжение следует... Продолжение следует... Вообще все очень-очень нерационально. Я предлагаю простое и красивое решение этого вопроса. Таким образом, чтобы недостающую станцию эту восполнить. Она состоит в очень простой вещи. Мы прокапываем простые небольшие туннели прямо от станции метро Миларкейского в сторону гостиного двора и станцию Невский проспект. Поскольку их расстояние будет от 300 до 600 метров, это расстояние все-таки достаточно большое. Просто так ходить пешком по нему, наверное, не очень интересно. Предлагается в этом направлении поставить несколько траволатров. То есть это плоских экскалаторов, которые двигаются просто-напросто, прямо. Горизонтально. Горизонтально, да. Их не обязательно будет один на 600 метров. Он будет, скажем, там несколько участков по 100 метров или как-то еще. Те, кто помнят, это когда-то существовало, сейчас они уже не работают, наверное, как правило. Это в Кулково, под землей. Ну, в аэропорт. Когда мы ездили, мы иногда ездили, а теперь этого уже нет. Вот что это предлагается. Что это значит? Это означает по скорости траволатров порядка 4 км в час. И человек, который по нему может идти достаточно быстро по 6 км в час, он будет совершать эту пересадку в течение 3 минут. Ему не надо будет подниматься наверх, ему не надо будет опускаться куда-то, поскольку все эти станции метрополитена находятся примерно на одной и той же высоте. Самое главное, одна из фундаментальных проблем современного петербургского метрополитена, это хроническая перегруженность перегона Сеная площадь, Невский проспект. Она не будет полностью решена, но острота ее будет взят в смысле и снята. То есть все люди, которым нужно будет совершить пересадку, будут совершать пересадку на Адмиларкейской при помощи вот этих самых траволаторов. Время окажется очень небольшим. Сумма тоже очень небольшая. И данный траволатор имеет определенного рода смысл делать именно здесь. Можно просто, быстро и дешево это сделать. В течение какого-то года с небольшим можно решить проблему этого пересадочного узла. С другой стороны, если касается траволаторов, я считаю ее полностью нерациональным, хотя никакого ужаса и страха в этом нету, выводить второй выход станции метроспортивная в сторону Васильевского острова, как это запланировано. Ничего страшного здесь нет. Это можно осуществить. Но мне кажется, что деньги, которые выделены на подобного рода проект, на второй выход, их можно потратить на развитие метрополитена с гораздо большей пользой и толком. Вот это такая вот первая концепция. Если уже совсем безумствовать, а насколько я напоминаю, сейчас речь идет именно о бассейненном обострении, то у нас есть некоторая фундаментальная вещь, связанная с переходом между Балтийской станцией метро и Фронзенской. Она состоит, что можно построить высокое сооружение практически панорамного вида, которое будет проходить по задворкам магазина «Лента» и по задворкам всего этого промышленного района. Там на достаточно большом высоте можно тоже оборудовать нечто, оснащенное траволатрами, которое поможет людям спокойно путешествовать от станции метро Балтийского, от ее дополнительного второго строящегося входа, к станции метро Фронзенской. Это все, конечно, фантастика, но это будет иметь определенного рода привлекательность. Если кто знает, например, мостик между Москвой-Сити и Кутузовским проспектом в Москве, то там действительно этот мост внутри оснащен подобной родой траволатрами. Более длинный траволатр, а его, наверное, длина состоит, ну, общая длина состоит порядка, может быть, 800 метров, вполне возможно, там можно и задаться. Смысла в этом особого не будет, но как некие дополнительные фишки в городе, как некоторые дополнительные атракционные развлечения, это вполне можно осуществить. Но, так как я предлагаю объединить от Миларкейскую и Невский проспект и гостиный двор, три стации в единый пересадочный комплекс, в единый пересадочный узел при помощи двух туннелей с траволатрами, или, может быть, одного траволатра, я считаю, этот проект необходимо сделать и необходимо его осуществить. Вот в этом состоит моя сегодняшняя идея. Продолжение следует...